Всем привет! С вами снова Настя, и вы находитесь на канале Анску Лайнен. В сегодняшнем видео я бы хотела поговорить о велодорожках, вообще о велосипедах в Финляндии, насколько здесь это всё развито и так далее. Давайте поедем дальше. Вообще в Финляндии велосипеды это такой же транспорт, как машина, мотоцикл и так далее. То есть здесь нет вот этой статусности. Здесь может, или иерархия, здесь может босс приехать в шлеме на велике. Да, может быть он будет какой-то навороченный велик, а может вообще обычный велик. Но фишка в том, что здесь нет вот этих понтов, что обязательно нужно на какой-то крутой машине подъехать к предприятию, да, где человек работает. Здесь чуть-чуть всё немножко по-другому в этом плане. Да, здесь немножко в этом плане, немножко всё по-другому. И поэтому здесь нормально просто ехать на велике, на работу, в школу. Дети уже с первого класса катаются на великах. И, конечно же, здесь всё предусмотрено для этого. Здесь делаются специальные велодорожки. Можно даже посмотреть в интернете путь, проделать маршрут себе. Рейты.opas.fi, например. Там можно проложить себе путь, именно велосипедный путь. То есть там показаны, где есть дорожки, где нет дорожек. Если всё же нет дорожки велосипедной, а есть только вот трасса, не знаю, даже неправильно сказать, не трасса, а просто вот дорога, где едут машины в городе, например, то велосипедист обязан ехать именно по этой дороге, где едут, собственно, машины. Считается, что это неправильно ехать на велике по обычной дороге, где идут пешеходы. Можно так сказать? Пешеходы, да? Ну да, наверное, да. Вот. Это запрещено. По-моему, есть 12 лет, по-моему. До 12 лет можно, но потом уже всё, нельзя ездить по обычным таким дорожкам, где идут пешеходы. Что ещё могу сказать? В Турку, например, сейчас запустили такой вот велосипедный маршрут, который, такие дорожку, да, да, маршрут, который посыпается специальными растворами. По-моему, солевым раствором посыпается эта дорожка, и она постоянная, без снега и без льда. То есть сейчас такой зимний путь проложили, и эта дорожка тестируется в данный момент. И да, то есть мы узнаем только через год, например, или в следующем году будут ли такую прикольную вещь осуществлять и далее. Вообще финны катаются круглый год на велосипедах, и это очень здорово, потому что это в первую очередь это спорт. Катаются они круглый год, это и... То есть они просто одевают соответствующую одежду, непромокаемую, они на рюкзак одевают специальный такой защитный материал, и таким образом они остаются сухими. Плюс на работе зачастую есть душевая какая-то кабина, либо душ, где можно сходить и нормально, то есть все продумано, но не везде, конечно же. Дальше. Также вообще финские велосипеды, а точнее шины предусмотрены также под зимнее время тем самым, что на них существуют шипы. То есть есть специальная зимняя шина, так же как и на обычные машины зимняя шина, так же есть и на велосипедах в Финляндии. И это, конечно же, очень здорово. Да, есть такой момент. В Финляндии по закону на велосипедах в темное время обязательно должны быть установлены фонарики. На переднюю часть велосипеда должен быть установлен светлый свет. Конечно, масло масляное, вы уж меня простите, но давайте скажем белый свет, либо желтоватый свет. Спереди и сзади красный свет. Также велик должен быть оснащен отражателями. Как передним и задним, так и боковым. Это в Финляндии обязательно. Если вы будете ехать без света на своем велосипеде, то есть без, так сказать, кинтея. Кинтея как бы установленного, да, такого света, который постоянно там находится. Если у вас его нет, то вы можете получить штраф в 40 евро. Также в Финляндии положено ездить на велосипеде с шлемом. Это обязательно. И вот нужно мне проверить, есть ли за это тоже штраф. Но такие вот вещи действительно существуют. На велосипеде, да, действительно должен быть обязательно шлем. Также в Финляндии существуют специальные парковки для велосипедов. Возле каждого дома обычно есть какая-то своя парковка. Она может быть открытой под небом, под открытым небом, а может быть осуществлена в виде такого, как закрытого подвала парковки. Она обычно под замком находится, то есть только вы имеете доступ, ну или вашего дома, то есть только ваш дом может туда попасть. Вообще велики на самом деле воруются в Финляндии. Как бы ни казалось, что такие законопослушные финны, но действительно велики воруются, к сожалению. И обычно это происходит в период опьянения, когда финн уже хорошенько накатил после бара, и он не хочет тратить деньги на такси, чтобы доехать до дома. Поэтому он ворует велосипед, который стоял, допустим, непристегнутый. А в Финляндии это очень обычная фишка оставить велик без присмотра, потому что здесь все так доверяют друг другу. Но не стоит в пятничный вечер, это вечер, это точно. Да, есть вероятность, что ваш велик украдут именно в это, в этот период времени. Да. Ну а потом эти велики скидываются в речку, либо еще куда-то, поэтому, например, в Турку Ауройоки ежегодно вылавливаются оттуда велосипеды. А еще в Финляндии в некоторых городах запустили такие вот городские велики. В Хельсинки уже существует, по-моему, около двух лет. В Финляндии запустили прошлым летом. Феллари называются эти велики. То есть там, ну, я думаю, что все уже поняли, что я имею в виду. Я, может быть, сюда фотографии достану. В общем, да, то есть вы можете пользоваться такими велосипедами. А там есть какие-то скидочки, там чуть ли не полчаса бесплатных первых. Ну, что-то такое есть. Кто-то действительно им пользуется. Есть такие станции, да, куда их можно отвозить. В Турку тоже это все есть. И в Хельсинки тоже. Не знаю, есть ли в Тампере, но вот в этих больших городах точно есть. А еще в Финляндии, а конкретно в городе Турку, сделали такие специальные велодорожки, которые находятся прямо на общей дороге с машинами. Таким образом, будет более безопасно ехать велосипедисту. И не нужно будет прям за машиной ехать. Потому что, ну, да, есть такая проблема, когда велосипедист как бы... Ну, он очень медленный, и он едет за машиной, поэтому как бы все тормозят. Вот, но вот эту проблему решили в Турку вот таким образом. Да, постараюсь, может быть, даже добавить какие-то фотографии с этой ситуации. Я вообще не какой-то ярый велосипедист. Я больше по самокатам. Я просто обожаю самокаты. И вот на самокатах можно, кстати, ездить на обычной дорожке, где идут пешеходы. Да, вот такое вот видео о великах. Если вам еще что-то интересно, обязательно задавайте мне вопросы внизу. Я обязательно отвечу. Возможно, сделаю даже видеоответ. Поэтому будьте активными, комментируйте. Ставьте лайк, если понравилось, дизлайк, если нет. С вами, как всегда, была Настя Анскулайнен. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok